Радуга, Орленок, Объединенное Королевство, Лагерь Настоящих Героев Мы изучаем готовность лагеря для того, чтобы нашим детям были предоставлены в полной мере качественные услуги, чтобы была качественная воспитательно-образовательная программа. Но самое главное, чтобы отдых был безопасным, потому что внимательно надо посмотреть, нет ли на территории сухостоя, нет ли каких-то отломанных вещей, которые могли бы повредить здоровье. Насколько организована медицинская помощь детей, насколько созданы условия для качественного питания. Безопасность лагеря обеспечивает охрана и система видеонаблюдения, а также круглосуточное дежурство медперсонала. До начала смены обследование у врача проходит весь персонал лагеря и дети, поясняет заместитель директора по медицинской части. При поступлении детей сюда, во-первых, их сопровождает колонна с медицинским сопровождением. Здесь в изоляторе будет круглосуточно находиться врач-педиатр, медицинская сестра и санитарка. В их распоряжении, опять же, круглосуточно будет находиться санитарная машина. Спортивные игровые площадки – зона повышенной ответственности. По словам сотрудника Госадомтехнадзора, на объектах иногда происходит отшелушивание краски, а неисправность деталей тренажеров может нанести вред здоровью ребенка. Выявлены нарушения в основном по содержанию детских игровых, спортивных площадок, а именно неокрас. Большинство элементов, один из тренажеров имеет металлические дефекты, то есть он будет либо демонтирован, либо заменен на новый по усмотрению лагеря. Так, по прилегающей территории, неокос, травостоя. Кроме материалов для ремонтных работ, руководством лагерей были закуплены средства личной гигиены и антисептики. Также в этом году не будет массовых мероприятий и родительских дней. По рекомендациям Роспотребнадзора, именно в период возможного распространения коронавирусной инфекции наполнение лагеря должно быть не более 75% от проектного наполнения лагеря. Во всех четырех лагерях проверили вопросы пожарной безопасности и антитеррористической деятельности. Обеспечение безопасности детей в летних лагерях – приоритетная задача, отмечает сотрудник службы безопасности. Также в одном лагере был водоем, посмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах. Лагеря еще не совсем готовы к приему детей. То есть необходимо, мы выдали рекомендации по подготовке и в ближайшее время будет назначен повторный выезд, где мы сможем посмотреть, как эти недостатки устранены. 27 мая состоится еще одна проверка детских лагерей. Замечания и недочеты будут исправлены. До момента, когда дети отправятся на летний оздоровительный отдых, осталось совсем немного времени. Екатерина Крамар, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».